Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас поговорим на ту тему, с которой фактически связаны мы все в нынешнее время, в 21 веке, с интернетом, с его безопасностью. Вот то, что сейчас именуется таким термином кибербезопасность. На студии сегодня эксперт, заместитель главы Центра ИТ-безопасности ЦЕРТ Варис Тейванс. Добрый день. Добрый день. Может быть, сначала несколько слов, что мы сегодня понимаем вообще под этим модным термином кибербезопасность, что это включает? И можно ли считать, что все, кто вошел в интернет, пользуются интернетом, они уже в какой-то степени стали, не знаю, объектами, субъектами вот этой кибербезопасности? Ну так, можно считать, и кибербезопасность можно так характеризовать, что это не только технические процессы, но и, безусловно, сам человек и его поведение. Поведение и сознание того, что он делает в этой среде, то есть в интернете и с компьютерами, и другими устройствами, которые к нему подключены. То есть мобильные телефоны, интернет-камеры, которые люди сами покупают, в том числе телевизоры. Ну, сейчас в наши дни в основном все телевизоры тоже подключены как-то к интернет-сети. Да, смарт-ТВ и так далее. Так что это не только компьютеры, это один из таких феноменов, где пользователь обычно как бы психологически не осознает, что на самом деле этот телевизор тоже компьютер. Он тоже может очень много делать в интернет-среде, и, в принципе, и хакеры, если в этом устройстве есть какая-то уязвимость, могут это устройство использовать, или чтобы украсть какие-то данные, или, например, подключиться к какому-то аккаунту. То есть надо осознавать с точки зрения пользователя, как вы это используете. Например, если к смарт-ТВ подключается Google-аккаунт, это значит, что электронная почта на этом Google-аккаунте, она как бы, в принципе, доступна, если пароль и имя пользователя можно украсть с этого смарт-ТВ. Это надо осознавать и понимать. А теоретически можно украсить, да? Ну, теоретически можно украсить, если неправильно сконфигурировать, или если есть уязвимость. Так что, ну, не всё можно так характеризовать, как чёрное-белое. Очень много факторов в этом включены, и, ну, надо на данный момент, единственный способ – это уделять время и как бы внедряться, как это на самом деле работает, по крайней мере, на такой поверхности. Вот ещё, может быть, о частном кибербезопасности мы ещё поговорим. Если мы говорим о кибербезопасности с точки зрения защиты государственных интересов, время от времени появляются какие-то новости, что вот на тот или иной сайт министерства, к примеру, да, или какого-то госучреждения была совершена хакерская атака или там кибератака. Что это вот, может быть, не специалистам, что это значит? Значит ли это, что какой-то вирус или, наоборот, этот сайт перестал работать, или там какое-то внешнее воздействие, появилась какая-то информация, которую сами вот держатели сайта не давали? Вот что такое вот кибератака, так чтобы можно было, чтобы люди понимали? Ну, кибератака – это тоже такое очень поверхностное слово, которое на самом деле в себе включает очень много всяких элементов и возможных исполнений. Ну, так поверхностно объясняем, может быть, деструктивные такие кибератаки, которые либо предназначены, чтобы достичь недоступности ресурса, например, интернет-сайта. И на самом деле это более как бы атака на пиар-элемент. То есть нападающие пытаются показать, что учреждения или государства или какие-то компании не способны себя защитить таким способом, как бы делая урон публичному лицу этого государства или компании. То есть они вламываются в эту сеть, условно говоря? Значит, эти DDoS-атаки, так называемые, чтобы достичь, чтобы ресурс не был доступен другим пользователям, они не подразумевают, что это взлом, но это как бы перегрузка ресурса специфическими способами. И он виснет, условно говоря, да? Да, и он виснет, да. Это с точки зрения утечки данных ничего там не происходит, это просто перегрузка сервиса. Я бы сказал, что намного серьезнее те случаи, где действительно происходит учечка данных, взлом компьютерных систем, и где нападающий или этот злоумышленник долго может удержать контроль над этой системой. И скачать какую-то информацию, да? Ну, конечно, это конечная цель – скачать какую-то информацию или иметь доступ к какой-то информации на предлительное время. Это как раз вот самые неблагоприятные случаи кибер-кибератак. Опасные даже в какой-то степени. Вот, а в чем состоит задача, вот ЦЕРТ, который, я так понимаю, обслуживает, помогает госструктурам, возможно, муниципальным структурам, как-то вот сберечь эту информацию, особенно секретную, конфиденциальную. В чем задача? Потому что, насколько мы понимаем, не все, даже, как я понимаю, госчиновники или госслужащие обучены таким тонкостям. Вот они приходят на работу, их там принимают, условно говоря, по конкурсу. Они начинают пользоваться и служебной перепиской, и так далее. Вот, может быть, несколько слов об этом. Ну да, я пытаюсь разделить эти ответы, но, значит, ЦЕРТ ЛВ на самом деле не обслуживает только государственные учреждения, но и все жители Латвии могут обращаться к ЦЕРТ ЛВ. И мы, как также предлагаем публичную информацию, пытаемся объяснять таким понятным, более-менее способом, обычным людям, как себя защитить в этой среде. Но, отвечая на вопрос насчет государственных учреждений, если они, например, упомянутые чиновники, если они должны работать с какой-то конфиденциальной или секретной информацией, они должны быть обучены, нет такого, что не обучаются. В принципе, они в курсе, что им надо действовать. Должны быть, да. И мы сами со своей организацией каждый год где-то от трех до пяти тысяч человек обучаем. Это не только чиновники министерств, например, но и самоуправление по регионам, предлагаем лекции в библиотеках, также для университетов и школьников. Так что этот спектр довольно широк. И, конечно же, это очень правильно, что вы упомянули как раз чиновника или, в принципе, это тот же самый пользователь. Это неважно, это чиновник или нет. Это один из самых таких более критических и важных моментов кибербезопасности как раз пользователей. Если пользователь не понимает эти риски, например, кликает на все подряд, открывает документы, любые, которые присылают в электронной почте, и как бы нет у него этого понятия этих рисков кибербезопасности, тогда это очень опасный пользователь, я бы сказал. Эта проблема является важной потому, что, к сожалению, и на наш день нет таких технических решений, которые бы способны были решить все эти нюансы. И бывает, и каждый, я думаю, встречался с такими случаями, что все-таки проходит через электронную почту, например, какие-то вредоносные приложения или ссылки. И если пользователь перед кликом подумает несколько секунд, это может спасти всю ситуацию иногда. Вы, наверное, правы, потому что вполне возможно, что может быть такая ситуация, когда какой-то, не знаю, госслужащий или даже частная компания, у него есть рабочий e-mail. Но иногда, не знаю, по разной необходимости или из интереса, или действительно, может быть, по работе надо, он из домашнего компьютера тоже имеет доступ. Я так понимаю, что тоже определенные риски может создавать? Да, могут создаваться такие риски. Есть определенные стандарты. Так и в Латвии есть регулирование министерства, кабинета министерства. Министр правил, да? Да, да, не могу найти слово правильное. То есть есть какие-то некие стандарты, которые работают в Латвии, которые определяют минимальные стандарты безопасности государственных учреждений, также их сервисов, серверов и так далее. И электронная почта тоже является таким сервисом. Безусловно, если производится доступ, например, из домашних пользователей, тогда должны быть такие меры внешние внедряться в этих системах, что, например, некие дополнительные факторы аутентификации, как, например, если вы подключаетесь к Латвии и ЛВ, или другим ресурсам, у вас есть много факторов этих аутентификаций, где банковские детали вы должны подключать, или, например, Smart ID, или в основном все банки используют эти кодовые калькуляторы, и сейчас больше не используют кодовые карточки. Вот как раз дополнительные факторы, чтобы усложнить подключение хакера, например, к компьютерной системе, даже если он заполучил некий первый уровень доступа, как пользователь и пароль, это обязательно, если производится доступ извне. Да, вот может быть еще такой вопрос в первой части. Вот эти ДОС-атаки, насколько они, если мы говорим, вот подводим какие-то итоги прошлого года, насколько они, ну не знаю, по сравнению с 2018 годом, их стало больше, их стало меньше, или вы констатируете, что, в принципе, вот каждый год примерно одинаковое количество этих ДОС-атак? Ну, существует некая динамика, не только по ДОС-атакам, но вообще по кибератакам, и их нюансам, и в основном эта динамика включает в себе или уязвимости какие-то конкретные, например, если находят какую-то действительно серьезную уязвимость, значит, глобально сразу видим тренд, что так же и в Латвии, что по этой уязвимости или сканирование, или попытки очень высоко прирастают, потому что это просто актуально на этот момент. То же самое с ДОС-атаками, они иногда перерастают, например, если бывают какие-то случаи конфликтов, геополитических каких-то моментов резкости, или каких-то таких... То есть политика играет роль, да? Тоже играет роль, и то, что можно видеть, что и бизнес, между бизнесом, иногда свои счеты... Сводятся тоже в этой среде. И уже довольно много бывает таких случаев, где бизнес с бизнесом, например, две компании в конфликте, да, и решают вот какие-то вопросы... Вот таким вот образом, да? Вот таким вот образом, да. Ну, вообще-то по статистике интересный факт в том, что, например, за последние где-то пять лет почти все критические для государства ресурсы сейчас защищены от ДДОС-атак. То есть государство субсидирует технические решения, где государственные такие информационные системы могут быть защищены, и они на данный момент в основном все и являются защищенными. И вот эта статистика, она как бы... Ее никто не видит, потому что она, наверное, и СМИ не так интересна, потому что эффекта от этих атак нету, потому что ресурс защищен. Защищен. А раз нету эффекта, то им не смысл об этом рассказывать. Ну да. Варис Тейванс, у нас в студии. Перевемся буквально пару минут на рекламу. Не переключайтесь. Добрый день. Еще раз продолжаем работу в прямом эфире. Как мы уже сказали, у нас в студии заместитель главы Центра ИТ-безопасности ЦЕРТ Варис Тейванс. Вот говоря вот об этих ДОС-атаках или о попытках заразить, может быть, каким-то вирусом системы, можно ли вообще, как бы, хотя бы приблизительно установить, почему задания вот эти, не знаю, как их назвать, вот эти хакеры, назовем их так, действуют? Или это практически четко положить на стол и сказать, вот доказательства, не знаю, конкретные хакеры из конкретной страны по такому-то заданию осуществляют вот такое целенаправленное нападение? Иногда можно определить, иногда вообще невозможно. Иногда есть какие-то, целый, как бы, пазл, который вы складываете, например, на продолжительных нескольких месяцев, и потом посредством анализа можно понять или хотя бы спекулировать, что вот большинство элементов указывают, что это группировка хакеров, например, или эти интересы государства, или конкретные, уже более конкретные вообще игроки, или, если их так можно сказать, люди, которые в этом участвуют, да, это не так уж, не такой уж простой процесс, и в этом обычно участвуют, это в основном международное исследование, потому что интернет не имеет таких границ, четких границ, и в основном это и часто используется. Есть довольно много таких случаев, где мошенники или хакеры, или какие-то другие злоумышленники, они используют такой феномен, который можно быть характеризмом, как туризм, кибератак, если так можно сказать. То есть они используют ресурсы в тех странах, где они, зная, что очень плохо развивено, например, такие команды, как ЦЕРТ, или полиция, они не на самом высоком уровне в исследовании кибератак, и, зная вот эти элементы, они вот как раз размещают, например, инфраструктуру для атаки в таких странах. Ну и тогда довольно сложно и долго происходит это исследование, но и в таких случаях бывает, что удается. Вот значит ли это, что в будущем, если вот опасность или риски, вот и кражи информации, и вот каких-то вирусов, и скачивания информации, будет увеличиваться, может ли быть так, что будет введена какая-то, не знаю, закрытая система, то есть, я не знаю, есть один компьютер А и один компьютер Б, который не входит в интернет, и, извините, как раньше делали по старинке, с помощью, ну ладно, сейчас дисков нет, с помощью флешки будет эта информация просто перевозиться или распечатываться, распечатываться, ну то есть, фактически попытка обойти вот этот интернет. Я понимаю, что это не очень удобно, но может быть это тоже как возможность защититься, то есть, какая-то закрытая среда. Ну я сомневаюсь, что такая закрытая среда, ведь интернет, сама философия, идея интернета, это открытость, и быстрота передачи информации, быстрота передачи информации, обработка и так далее, и в принципе, если мы смотрим на спектр бизнеса, это самый критичный элемент, как раз это обмен, и свободный обмен информацией, но некая изоляция все равно способна, возможно, да, и ее осуществляют, ее в принципе надо осуществлять, но как бы по правильным понятиям, да, и если мы, например, смотрим такие индустрии, где производят большой транзит, например, или порты, такие места, например, очень большая зависимость от этих компьютерных систем, если, например, их порезовать, или взломать, и достичь, чтобы они не работали, тогда очень серьезный урон происходит на все эти бизнес-процессы, и вот я думаю, вот это уже получалось, да, например, компания Мэрск, которая очень большая транзитная компания во всем мире работает, и они в 2018 году, если не ошибаюсь, очень серьезную и большую кибератаку пережили, где-то 70 тысяч компьютерных систем, у них была взломана и парализирована работа, уже эпидемия какая-то, да, и вот представьте, как от такого инцидента выйти, да, и они это сделали за 10 дней, инвестировали ужасный объем денег, то есть это миллионы, да, и я думаю, сейчас они внедрили уже некую политику и стратегию, как работать, например, как продолжать работу, может быть, медленнее, может быть, менее эффективно, но все-таки продолжать, если компьютерные системы недоступны, да, это, конечно, не во всех индустриях это важно, это, потому и в кибербезопасности один из самых главных элементов это анализ рисков, на базе анализа рисков индустрии и государства делают какие-то выводы и решают, где важнее инвестировать что-то или делать безопаснее, но вот если мы смотрим на частный сектор и домохозяйство, и частные лица, тогда, ну, я бы сказал, что никуда они не будут изолироваться, возможно, даже больше открытость появляется, если мы смотрим, как молодежь относится к своим, своим частной информации и так далее, это очень меняется, этот феномен, как бы, приватности, он очень-очень меняется, если мы смотрим на людей, которые постарше, и на молодежь, но, тем не менее, об этом, об этом очень думает Европейский Союз, как раз, потому и внедрил этот GDPR, или регулирование частных, обработанных частных данных. Да, вот журналисты, зачастую политики, любят использовать такие громкие выражения, например, кибервойна, это вообще реально, и что это такое вообще, это что, между государствами как-то война в интернете, что это такое? Вообще, термин войны тоже, я думаю, или осуществление военной действительности меняется, если мы смотрим, что происходит в мире, тогда я бы даже, мне не нравится этот термин кибервойна, потому что обычно не бывает такой изолированной кибервойны, нигде ничто не происходит, только вот в интернет-среде кто-то воюет, так не бывает. Кибервойна, я думаю, изолирование не может происходить, но как бы как элемент военной действенности или как бы дополнительный дополнительный случай, который что-то могут достичь для военной действительности, это, конечно, может происходить. В основном, это как бы шпионаж в интернет-среде и в компьютерных системах достичь информацию какими-то такими киберспособами, чтобы что-то достичь быстрее или более эффективнее. Или, например, могут быть отдельные какие-то активности, которые могут быть характеризовать как кибервойну, где одна страна атакует критическую инфраструктуру другой страны, чтобы, например, тоже что-то показать или свое превосходство, или как бы пытаться показывать элемент этой страны, неспособность защитить эту инфраструктуру. Это все идет как бы неизолировано, как только киберкомпонент, но и вместе с психологическими операциями, информационными операциями, может быть даже и с военными действиями вместе, тогда мы может быть можем говорить на такую тему, что кибервойна. Вот вы сказали в самом начале передачи, что проводятся лекции и в том числе для школьников. Это, наверное, очень важно с учетом того, что сейчас школьники не только активно пользуются интернетом, они создают свои аккаунты в фейсбуке и, наверное, выкладывают туда разную информацию, насколько это может быть опасно и насколько на ваш взгляд школьники осознают, что если они выходят в интернет не просто уже как что-то посмотреть, а становятся какую-то информацию, сами размещают, что они могут тоже стать объектом какого-то нападения. Могут стать и становятся, к сожалению, но это тоже очень разные случаи бывают. Молодежи тоже надо помогать осознавать эти дополнительные элементы, которые сразу, может быть, даже не чувствуются в этой интернет-среде, потому что она не настолько физическая вокруг нас. И то, что объясняют молодежи, что, например, если вы куда-то разместили фотографию, то это интернет, тогда надо понимать, что оттуда ее больше не вытащить. Даже если вы удалите ее, например, со своего профиля, кто-то ее может сохранить, куда-то разместить опять. То есть надо понимать этот момент, что если что-то размещено в интернет-среде, значит, это остается в интернет-среде и оттуда его не вытащить. Ну и также, если мы смотрим параллели с криминальной ситуацией, которые бывают, кражи, например, тогда и статистика в полиции насчет краж тоже как бы заметили люди, что бывают некие корреляции между тем, что люди, например, постят в Фейсбуке или где-то в других социальных сетях насчет того, что, например, вот купили новый телевизор, звуковые системы, что-то еще, там поставили фотографии, и сейчас мы на неделе уезжаем на курорт. Да, вот есть некоторые группировки воров, которые более продвинутые, они пытаются смотреть тоже на вещи как-то в социальных сетях, как бы смотрят на частные дома, например, есть ли там видеонаблюдение, какие системы и так далее, и делают какие-то выводы, и это очень неправильно, если сам человек помогает решить, что он интересный объект для воров. Вот я знаю несколько знакомых у меня, они категорически отказываются заводить какую-то свою страничку, например, в Фейсбуке, говоря о том, что с того момента, как они создадут страничку, даже если они не будут размещать какую-то личную информацию, все равно они уже попадают в какую-то группу особого риска. Насколько действительно так нужно бояться работать, если так можно сказать, действовать в социальных сетях? Я думаю, что бояться, я не знаю, правильно ли слово, но надо предостерегаться и надо понимать эти риски. если люди не хотят вообще уделять время, чтобы понимать риски в компьютерной среде, тогда, может быть, действительно стоит не использовать эти социальные сети, но надо понимать, что интернет-среда и социальные сети в том же случае, в том числе, они предлагают очень широкие возможности по очень разным спектрам, даже самую простую обмен информацией. Этот феномен может быть очень позитивным и может быть также очень опасным. Если мы смотрим в нынешнее время, социальные сети используют и не самые блага с добрыми намерения люди и большой риск этих дезинформаций, компаний дезинформации также мошенничество, потому что эти алгоритмы, которые используют, например, социальные сети для реклам, они анализируют ваши интересы. Например, если вас интересует покупка новой машины, вы наверняка будете искать такую информацию. Это тут же зацепит, и потом вам будет такую рекламу. Конечно, да, и в принципе с точки зрения социальных сетей и реклам отдавателей это вроде натурально и правильно, что вам, например, не наталкивают рекламу насчет, не знаю, ковров или посуды, если вас это не интересует. Если идентифицируют, что интерес, например, покупка автомобиля, значит, работает над этим. Но проблема и риски в том, что эти услуги реклам, они используются и так же мошенниками и хакерами, и они размещают, например, материал, который тоже выглядит как реклама, например, аукцион малопользованных машин и распространяет его, например, в том же самом Facebook. Если вы на такую в основном то, что сдает, что это мошенничество, это предложение, что они цены слишком хороши, чтобы быть правдой, если вы просто сравните цену, например, автомобиля под таким же параметром, который продается на этом портале мошенников, например, с рекламой, которая тут в Латвии доступна, когда где-то 50-40% разница в цене, да, и надо просто подумать, бывает ли действительно такие выгодные чудеса, да, и это очень активно видно и используется как раз вот перед Рождеством, Новым Годом, не только на вот такие покупки, как машины, но и на намного меньше суммы, которые просто для подарков, пылесосы и так далее. Может быть, еще такой вопрос, вот бывают такие случаи, пока не имею мне, знакомый, которая вдруг обнаружила, что с ее карточки вот какие-то деньги сняты, да, с помощью, я так понимаю, тоже интернета, и она говорит, что да, вот она осуществляла покупки вот через интернет-магазины, возможно, таким вот образом кто-то заполучил ее данные, это тоже возможно, да, это тоже, наверное, один из элементов такого риска, когда ты осуществляешь какие-то покупки и вводишь какие-то свои данные, да? Это возможно, потому выбирая интернет-магазины и платежные средства, очень важно, важно тоже уделить какое-то время и как бы хотя бы поверхностно понять, как это работает, и если мы говорим насчет интернет-магазинов, но все-таки тогда более надежный выбор это смотреть на интернет-магазины, которые уже как бы известны, хорошо известны, распознаваемы и так далее, если вы не можете распознать интернет-магазин, тогда хотя бы уделите внимание каким-то отзывам, поищите в поисковике какие-то отзывы от людей насчет этого интернет-магазина, в основном, если это мошенничество, будет какая-то информация доступна, что что-то там не так, так что ну и если мы смотрим как раз на второй элемент, который в интернет-покупках очень важен, это платежные средства, тогда обязательно надо сделать отдельную платежную карточку, которую вы используете только для платежа в интернет-среде, и тогда вы на этой карточке и счете держите, например, определенную сумму, с которой работаете, и даже если случится инцидент, и украдут эту информацию, тогда максимум, что вы потеряете, например, 100 евро, которые на этой карточке, не всю вашу зарплату. Да, может быть, такой последний вопрос, вот, все-таки ваш совет, учитывая ваш опыт, если, ну, не знаю, частная компания, считает, что, не знаю, ей нужно позаботиться об этой безопасности в интернет-среде, все-таки лучше обращаться, условно говоря, в тот же ЦЕРТ к вам, ну, как бы превентивно, что вы там дали рекомендации, или, не знаю, как-то отследили этот сайт, если так примитивно, языком говоря, или все-таки вы реагируете, когда есть реальный инцидент, а так вам вроде бы и нечем заниматься в этой... Мы работаем по этим обоим спектрам, которые вы упомянули, также превентивная работа очень широко осуществляется. То есть, в принципе, есть что делать и превентивно, не нужно ждать инцидента, да? Безусловно, да. Ну, и также, если, например, если я правильно понял вопрос, тогда, если это компания, юридическое лицо, тогда, если они идентифицировали какие-то риски, конечно, надо сделать какую-то домашнюю работу перед тем, как, ну, осуществлять разговор, например, с ЦЕРТом или какими-то другими организациями, и тогда, когда вы уже знаете что-то, поняли, сами о себе, тогда, безусловно, будем пытаться помочь и как-то решать ситуации или хотя бы дать совет, что тоже иногда очень-очень важно. Ну, что ж, будем надеяться, что и латвицы будут осознавать вообще те, конечно, преимущества, которые есть в интернет, которые дает, но и те риски, которые есть, и как-то каким-то образом вовремя реагируют. Но безвыходных ситуаций, в принципе, не бывает. Если вдруг даже блокируются сайты из-за перегрузки, то все равно можно найти какие-то противодействия, чтобы этот сайт опять заработал. всегда можно найти какие-то решения, зависит от того, что это стоит. Да, какие усилия. Спасибо большое.